Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с последними новостями Армении и Азербайджана. Армянское издательство Грапарак сообщает, Баку предложил армянам оставаться в Лачине и принять гражданство Азербайджана. Вот на карте Лачин, там остаются еще армяне, одни уезжают, другие остаются. Те армяне, кто захочет там остаться, некуда уезжать. Ну, в основном там с Ливией, Сирией, они должны будет принять азербайджанское гражданство, получить азербайджанский паспорт и дальше там проживать. Вот Лачин, видите. Так, армянское издательство Грапарак со ссылкой на свои источники сообщило, некоторые подробные ситуации в городе Лачин и в селе Азабух, которые 25 августа должны вернуться под контроль Азербайджана. По данным газеты, Азербайджан не выдвигал требований об эвакуации армяна с данных населенных пунктов в качестве неприемного условия. Газета сообщает, что Баку согласен, что там сейчас проживает 350 армян. Они могут продолжить жить там дальше, при условии, если они станут гражданами Азербайджана. Так, например, живут армяне в Турции, подчиняясь властям законам этого государства. В этом случае власть Армении не будет нести никакой ответственности за жизнь и безопасность оставшихся жить в Лачине за бухи армян. У них нет, это армянское издание пишет, ни воли, ни силы, чтобы организовать самооборону и жить в составе Азербайджана. После войны 20-го года наша нация сломилась и вряд ли сможет осуществить такую локально опасную программу. Поэтому люди смирились с эвакуацией и уже собирают вещи, готовясь покинуть территорию, пишет Графарак. Издание отмечает, что некоторые снимают надгробные памятники, демонтируют дома, забирают все возможное. Им рекомендовано армянам не сжигать дома, поскольку это бессмысленно. Азербайджанцы, исповедующие ислам, в домах армян, как правило, не живут. Им приводят еще один аргумент. Если вы сожжете дома в забухе, то в ответ азербайджанцы могут перекрыть воду, электричество и связь, пишет газета Графарак. Да, если армяне будут портить имущество, сжигать эти дома в забухе, ну вот забух или говно по-армянски, сейчас покажу, вот он забух. Так что Азербайджан перекроет им все там, и воду, электричество и связь, пишет Графарак. А вот на фотографии, я так понял, глава сельсовета Забуха Андроник Чаущан. И он в интервью Графараку сказал, что процесс переезда армян из села идет полным ходом. Однако, ни власть Армении, ни остатки сепаратского Карабаха, ну образования в Карабахе, так и не предложили эвакуирам даже временного жилья. При этом Чаущан подчеркнул, что лишь 7 семей из 54 проживающих в Забухе намерены остаться в Карабахе. Остальные переедут в Армению, где им обещали сертификаты для приобретения жилья. Сам Чаущан, вот он на фотографии, намерен переехать в Ханькинди. Ясно. Так, а как раз Ханькинди сейчас будет делать ноги Раика Ратюняна. Вот, пускай замеет Раика Ратюняна там, который строит себе шикарный дом на озере Сиван. Касаясь уничтожения домов Забухи, чтобы они не достались азербайджанцам, Чаущан отметил, что азербайджанцы все равно их снесут и будут строить с нуля. Я не думаю, что азербайджанцы будут жить в этих домах, точно не будут жить, в которых жили армяне, резюмировал Чаущан. В общем, вот такая ситуация. Все-таки решили 7 армянских семей остаться, а 54 будут уезжать. Я понимаю, в Армению решили уезжать. Так что, ну и вот Абаку им предлагает остаться в Лачине и пускай принимают гражданство Азербайджана. Да, ситуация такая интересная. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.